О, Джиро-Джиро Миссуги. Наверное, вову наиграл я часов, это к 50, да? Угу, хорошо, считаем. И стоит признать, что я очень сильно недооценивал эту игру. Она очень сильно превзошла мои ожидания. Прям очень-очень сильно. Прям очень-очень сильно. По-прежнему это ибриско не геншин. Ну, ибриско не геншин. Потому что старт геншина, он был, ну, он был идеальным. Игры так не запускаются, как геншин. Вот. Вувы, много тех проблем, карта в разы меньше и все такое. Но стоит признать, что на данный момент Вува это единственная игра, которая максимально к нему приблизилась. Вот. Типа, ну, аналогов нет. Если тебе условно не нравится геншин, но ты хочешь попробовать что-то похожее, то Вува. Там никакие тофы и прочее. Там они ибриско где-то не валялись. Вува, да. Нормальная карта, бегать много не надо. Не. Тут не соглашусь. Просто в геншине карта, она такая, что можно прийти после тяжелого рабочего дня и просто вот так вот, как я сейчас здесь делаю, ходить по локам геншина и любоваться. Потому что там красиво. В Вуве таких локаций нет. Но. Почему в ней нет таких локаций? Потому что... Постапокалипсис. Это обусловлено, хотя бы сюжетно. Здесь полный мрак, разруха. Здесь вообще жесть какая-то творится. Вот. Ну, хотя моя видюха... Ладно, не видюха, а мой проц. Не вытаскивает все это дело. Если бы у меня было более-менее норм проц, возможно, я бы любовался видами. Катсцены, мое почтение. Но. Ребят, смогли. Кура Геймс, да. Игра играбельна, и она меня засосала. В геншине порой Риле хочется бегать туда-сюда и смотреть, и балдеть. Да, да, Нерри, у меня такое бывает. Я порой захожу, Цуга не даст соврать, что у меня бывает такое, что она зайдет, а я где-то в геншине зашел, но ничего не сделал. Я потому что зашел в геншине, и я вот так вот ходил. Я просто ходил и смотрел, любовался локациями. Вот. Вуви интересная боевка. Классная. Без Б. Ну, и так же минус этой боевки. Если нужно много чего пармить, от этой боевки устаешь. Но если ты устал от бо... Ну, короче. Я не из тех ебанутых людей, которые, если им что-то нравится, то они сразу отвергают все, что похоже на это. Типа, мне нравится геншин, окей. Но я могу играть спокойно в Вуву. Почему нет? Я устал от боевки в Вуви, я пошел поиграл в геншин. Типа, я устал от того и от того, я заварил себе кружку виски, я пошел на автобои тыкать ХСР. Вот. И таким людям, наверное, проще всего. Они не ведут войну сами с собой. Они играют именно в то, что им нравится, а не то, что навязано комьюнити. Там же комьюнити Вувы воюет с Вувой. Комьюнити геншина воюет с комьюнити ХСРа. Комьюнити ХСРа идет в набеге на комьюнити геншина. И я такой просто со стороны, за всем этим наблюдаю. Такой, типа, ну... Да... Хорошо вам, наверное. Я вообще играю во все, что мне нравится. И мне вообще плевать, что там по комьюнити, что там, кто думает. Так, ладно, погнали. У меня, правда, проблемка в том, что лицо немножко хрустного, но да ладно. Есть люди, которые очень сильно себя ограничивают какими-то своими неведомыми принципами. вверх, которые страны, на самом деле. Просто люди, которые... прям фанатеют от чего-то. Они, наверное, воспринимают это так, что если ты, помимо геншина, зайдешь в другую игру и будешь там играть, то это будет предательством. Но геншин не девушка. Он простит. Опа, сюда лут, погнали. Я не знаю, я в Вуве, честно, кайфую. Но и отбой, я так же и устаю, да, от боевки. Типа, если ты там идешь фармить, кучу эха и все такое, да, от нее устаешь. Но я устал, я просто вышел, пошел играть в ПСР, пошел там на автобой и что-то фармить. У меня проблем с этим вообще нет никаких. Фанатеи от геншина есть даже мерч, но играю в Улон. Да? Я не понимаю, почему для многих подобное прям, что-то прям нельзя ни в коем случае. Так, а мы в итоге с колокол находится прямо впереди. Это площадь погребального звона? Пошли. Ну, здесь красиво. Я не знаю, насколько твич передает прям картинку, но здесь красиво. Здесь правда красиво. Так, подождите, мне нужно еще глотаным чаем. Сейчас вот секунду. Я не знаю, чтобы подогреть. Так. Здесь просто я знаю, поясняйте. Да, потому что это так я тут а в общем теперь три вида боевки всякие камбухи буги ротации геншина и автобоев хасере скоро будет 4 потому что у нас будет стихии в геншине у нас будет брин она все же будет отличаться боевка вуви от зюзи это немножко другое но в общем да у нас будет парирование уклонения всякие в открытом мире у нас есть автобоев хасере и у нас будет коридорный оля ханкой 3 и оля пгр будет земли и знаете ребят это страшно это очень страшно потому что сейчас даже человек которому дает до этого как бы гачи не очень нравились он ведь определенно сможет для себя найти подходящую гачу до этого у нас был только геншин а вот в двадцатом году у нас был только геншин сейчас у нас их уже три потом будет четыре потом мы дождемся шутер гачу я жду другой шутер немножко а вот там тоже анимешный классный шутер наподобие овербочи и валоранта но это не гача а мы ведь дождемся с вами гача шутера командного и тогда это уже будет страшно зато у тебя появился разнообразный контент да 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 и мне это нравится я вообще ни разу не против и тут ребята у которых проблемы с координацией были в кср и в кср и в пинаконе и они такие подержите мой чай да а и все это тени да да бессмыслица дк что во имя всех святых они делают они заново проигрывают наше первое занятие для новобранцев более короче когда еще генерал был новобранцем они да и все они погибли и они превратились в тени и но те отголоски и воспоминаний которые там и волей которые остались они вот они тренируются и о чем был этот урок во время первого урока новобранцы должны отдать дань уважения павшим воинам посетив площадь погребального звона не рубер не скипай ты чё даже превратившись в теней они я не знаю у меня даже слова как-то того они молятся за души ранее погибших воинов нам нужно сделать это для того чтобы получить разрешение выйти на поле боя его значение ускользало от большинства из нас во время начального обучения включая меня до того дня не души после битвы в пустынном нагорье да короче он тоже не понимал зачем это нужно пока в один прекрасный момент он не остался один тора ты текущий ивент гашни затыкал хоть в погода сегодня дождливая у нас дам тот день я не был на поминках но именно тогда меня осенило площадь погребального звона это место где берут начало и завершаются наши военные карьера а короче это на то самое место это то самое место где каждый воин перед началом ну перед тем как попасть на поле боя здесь был каждый солдат то есть каждый погибший солдат он был здесь примут каждый каждый и по сути цель вообще этого обряда в том чтобы понять что когда ты стоишь на этом месте то есть до тебя здесь стояли сотни таких же ребят которые погибли эти чудовища никогда не осознают тяжесть своих поступков я тут кстати согласен с ровером это ребят задание легенд зиянь давай попрощаемся с ними последний раз потому что своих воспоминаниях они идут последний бой ты ну этот квест это мрак полный полнейший это просто полнейший мрак я хотел на пухляшах покататься по реке это поле и снова грозовой лич блять как и у меня снова команда электро да вы блять пожалуйста понятным там снова разговоры о том самом заплыве как я тебя ненавижу лечь ты бы знал просто ну бери надо ну бери на мой милый бин я и тайминге да ладно гирал давай на тебе тоже больно давай может так окей как это работает ладно в конце хотя бы кнопки красиво прожал Продолжение следует... Продолжение следует... Они провели здесь плену. Десять лет. И вот, наконец, они обрели свободу. Надеюсь, теперь они... Да, обрели покой. Присошедшие здесь выходят за рамки наших предоставлений о волновой эрозии. Они всё это время были здесь. Я сделал выборку некоторых частот с помощью своего терминала. Мы должны отправить эту выборку в Академию. Я вот, бля, буду там... Ммм... В этой выборке Академия расшифрует это, и там будет послание для генерала. Должно быть так. Всё должно быть именно так. Чтобы квест прям классно завершился. А там должны быть сообщения о благодарности. Да-да-да, прощальные слова. Да-да-да. Должно быть нечто подобное. Но я не уверен, что... Блин, а здесь Мартефи как раз-таки стоит. Из Академии. Но в стоящее время мы не наблюдаем каких-либо необычных колебаний. Отличная работа. Ты предотвратил... Возможное вторжение теней. Как ты и просил, я сравнил последние колебания с предыдущими вторжениями и обнаружил некоторые схожие моменты. Спасибо, Мартефи. Я ещё не закончил. Поблагодаришь меня позже, если захочешь. Хоть есть некоторые общие черты, они не являются... Идентичными. Я не специалист в этой области, и пока не могу сделать окончательных выводов. Это частотный образец, который я записал. Частотный образец, который я получил из... Сарада... Короче, из сферы. Я передам своей коллеге. Она разберётся с ним... Подожди, твоя коллега? Это Бэйджо. Ну, ты её знаешь. Она занимается исследованиями в области... Эгбакустики. Её специализация как раз таки... Сферы. Да проще это сферами называть, на самом деле. Ну, смотри, Кстелла есть, ест арбузик, нужно будет тоже купить арбузик. Подождите, а ведь уже... Ляаа, уже середина первого месяца лета, я ещё ни одного арбузика не съел, пон. Да, береги себя. Подожди, ты мне не доверяешь? Я всегда тебе доверяю, доверяю Мартефи. Но этот образец, он имеет для меня особое значение. И мы, ребят, понимаем почему. А ещё рано для арбузов. Понял. Конец августа-сентябрь. Ок. Ансин, что ты? Буду верен. Мы будем обращаться. С ним, прям с должным вниманием. Это должно стать для нас сигналом к действию. Похоже, что феномен волновой эрозии более сложен, чем мы предполагали. Это для нас явно звоночек, который может дать ответы на вопросы, которые мы искали. Кстати, Ди-Янь, люди из личных забав искали тебя? Вероятно, они хотели обсудить с тобой возможность провести мероприятие в другой раз. Конечно, я поговорю с ними, когда ситуация здесь уладится. Ну, раз уж мне здесь больше делать нечего, я вернусь в свою лабораторию. Давай. Пока. Мне нужно посетить одно место. Не составишь мне компанию? Бля, буду. Идет в тот самый зал погребального звона. Он идет туда. Спасибо. Мне нужно сначала забрать кое-что. Увидимся на площади погребального звона. Я прям чувствую генерала. Я, ребят, прям чувствую генерала. Хотя, куда он еще мог нас пригласить-то? Эх. Так, а мы можем? Ну, немножко можем. Он мне все больше села напоминает. Кстати, не вижу в этом ничего плохого. А наоборот, только хорошее. Куда? Зачем? Так, ладно. Это не дверь. Эмм. Дверь? А. Налево. Понив. А, во, все. Я разобрал. Я нашел. Так, подождите, ребят. Мне еще нужен горячий чай. Так. 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 Так, я заправился. Короче, у нас на данный момент в игре существует всего два ивентовых персонажа. Моя милая мышиная эльфийка. Вот. Я не знаю, как вам, но я доволен раскрытием ее квеста. Вот. То, что было вчера, я очень прям доволен. Мне очень понравилось. Узнали и ее мотивы, узнали и ее прошлое, узнали, что она планирует делать дальше, зачем, почему, ради чего и все такое. То есть, с раскрытием инлин я полностью доволен. Да, там не было чего-то прям такого мега замудренного, но это было прикольно. Вот. А сегодня мы тычем генерала. Ну, его здесь особо не раскрывают. Ну, самого генерала. Нам просто показывают его прошлое. Но мне кажется, его раскрыли в момент, когда пошел обратный дождь. Большую часть генерала нам раскрыли именно тогда, когда он общался с прошлым генералом. Вот. Прости, Тимми. Ну, мы как бы на месте. А, как туда попасть? А, ой. Вот я, свинья, некультурная по клумбам, по клумбам. Да, я не... Мне к тебе просьба. И? Семя. Что за семя? Так, ты не Хэтклев. Ты не будешь просить Кирита возвратить это семя. Нет. Это семя. Выносливого сорта цветка, который я попросил Академию помочь мне вывести много лет назад. Это ты высадил все эти цвета? Ну, короче, он здесь целую... Вот, целое поле, целую полянку засеял цветочками в память о своих погибших товарищах. Да, это он. Отсюда можно увидеть весь город Сянчжоу. Я размышляю о том, что те, кто отдал свои жизни за Сянчжоу, были бы рады видеть, как этот город процветает в наши дни. Усюка, он настолько прям запарился. Он прям нашел место, откуда виден весь город. И там высаживает вот эти цветочки в память о своих погибших товарищах. У Медины тоже была поляна рекорисов, да. Это цветок. Мы назвали его Эмортия. Ммм, какое прекрасное имя. Да, это слово может означать и отъезд, и возвращение. Чтобы однажды солдаты, ушедшие на войну, смогли вернуться домой? Да, я понимаю, что мы не можем вернуть их. Но нам, выжившим, нужно что-то, что поможет нам жить дальше. Бля, ну генерал охуенен. Он классный. Теперь вы видите, в чем отличие этого генерала от предыдущего. Это, кстати, не к вам вопрос. Там просто в комментариях на ютубе завелись разговоры о том, что типа за что все осудили прошлого генерала. Да, он как бы похерил всех своих солдат и все такое. Но какое отношение у него к этому было? Просто посмотрите, как к этому относится Дзи Янь. Вы просто на это посмотрите. Спасибо, Торо, за то, что помог им упокоиться. Теперь им не придется больше сражаться. Вот почему я думаю, что именно ты должен посадить это семечко здесь. Да, прошлый генерал не оценил людей. Вот в этом-то все было дело. Да, 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 ребят, вот именно в этом дело. Вы, вы вот просто посмотрите, что творит этот генерал. Ты в порядке? Спасибо за беспокойство. Каждый полночный страж в любой момент готов отдать жизнь на поле боя. А я, как и генерал, прекрасно это понимаю. Вот, вот в чем его отличие. Помочь душам наших умерших вернуться на родину, наших погибших вернуться на родину, это один из немногих способов. Торо, у меня есть еще одна просьба. Если однажды я погибну на поле боя и не смогу вернуться домой, не можешь ли ты посадить один из тех цветов в мою честь? Рррррррр. Обещаю. Торо. который я слышал что вы что ты вернулся в город с генералом какое счастье я очень рад узнать что вы все в порядке я хотел бы передать тебе одну вещь предлагаю встретиться когда у тебя будет свободное время муки у к какой квест-то я если что одобряю так а вот и наш организатор этих речных игр привет тору ну думаю если бы ты этот квест прошел пока шел баннер генерала ты бы его выкрутил да я немножко жалею о том что я его не крутил я осознал насколько он классный дд но сука они стартанули ивент в котором я это понял там короче блин что-то со сплавами с кузнецами там нужно 10 этапов ну просто боевой ивент вот все трогайте пожалуйста я закрыл этот боевой ивент и в итоге как бы я понял насколько генерал хорош как прям кэри он да она но к тому моменту когда я тыкал этот ивент ну типа там он тестовый генерал тот был вот к тому моменту его баннер закончился вот но генерал да мое почтение но что поделать я своей первой бегой решил выбрать сабда да ну не то чтобы я об этом жалею у меня все же есть кольчара у меня нет под него пухи правда но дадут сундук на выбор где можно будет выбрать для него меч на 45 ранге вот поэтому я особо не парюсь то есть одна пачка у меня уже есть она собрана и все это знаете как моя пачка с ахер он она вот собрана все я ее больше не трогаю это вот моя пачка с имбинь и кольчара все они есть куда-нибудь пригодятся я их больше не трогаю вот в 11 я выбью себе еще одного кэри и вот там под него уже буду чёт дальше думать ну генерал объективно неплох видишь и ты этих рыб мой голос видишь этих рыбок они так счастливы своем прудом счастье и безопасность часто даются нам нелегко будь то в случае с рыбками или с людьми если мы не замечаем какой ценой нам достается благополучие кто-то другой платит за эту цену за нас на что случилось с той временной командой 10 лет назад нету гана дэшка она прям мэйн дэдэ должна быть ну а на мэйн дэдэш да блин я сегодня читал по моему да 10 лет прилетела незаметно когда я тоже был организатором речных забав в тот день соревновались десятки команд и гонка затянулась до позднего вечера закат был таким же красивым как и сейчас было тепло и спокойно эта команда была сформирована в последний момент и никто не ожидал что они смогут одержать победу даже в первом своем раунде они допустили ошибку однако в последнем забеге команда всех удивила они продемонстрировали мы мастерство в обращении с пухляшом и одержали победу это были это было поистине незабываемое соревнование они должно быть были вне себя от радости после победы да я все еще помню как взволнованно они выглядели точно так же как ты выглядел на этой фотографии ват чего-то когда кто так кто и когда двое нас одни плане хороши и вот согласен но это да наша команда она такая более это фото нашей группы мы переживали что не сможем сделать фото на которой вы все вместе но к счастью фотографу все же удалось сделать снимок всей команды когда двое убегали от пухляшей милые душевные фото да 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 спасибо мне следует поблагодарить тебя за то что ты собрал команду он собрал эту команду вместе которого я собираюсь обсудить с влиянием возможность провести и личные забавы еще раз если все получится присоединяйся к нам для ребят но это не выглядит как клон геншина копирка геншина это прям отдельная классная игра которую приятно играть и сюжет за сюжетом который приятно следить вот это реле было интересно я приготовил церевик ненери все хорошо держимся да у курагеймс есть проблемы с оптимизацией с прочими штуками но они это потихоньку исправляют уже вышел сегодня по моему какой там 28 патч в то ли ну и если посмотреть мой первый стрим и посмотреть то что сейчас но она работает лучше да у меня на настройки там немного съемные но приемнее про стрёмный игра то на анреле ангел очень зависим от процессора сорян моему процессору скоро 9 лет у нас люди блять столько не живут так что ладно хорошо но проблемы с оптимизацией есть они как бы это фиксят были проблемы опять же я не раз еще об этом скажу начало сюжета говно ебаные просто там было слишком душно там прям слишком было душно но то что было потом примок вас ты персонажей блин квеста львенка классный был да по моему да про джингл зверя мне понравился там этого львенка краски раскрыли квест эльфийки я даже мнение вашего спрашивать не буду мне плевать что вы о нем думаете мне он очень понравился вот я прям очень преисполнился эльфийка и она классная мне прям сошло вот генерала она прям вот она 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 этим квестом нам пытались как раз так показать в чем отличие этого генерала от того генерала которого мы видели во время обратного дождя во время основной сюжетки а вот чтобы типа не возникало вопросов мол а какого хрена а вот тот генерал чем а вот его отношение к людям ну все ребят с вувой мы закончили до 28 числа а кстати не погодите возможно даже не до 28 числа смотрите что вы скажете по поводу русика который вот на данный момент у ребята там его уже вручную подридачили он был хорош ну согласитесь в этом квесте проблем почти не было ну я где там читал на ходу где-то что-то пытался того но было все прекрасно понятно вот поэтому это уже адекватно это уже мега играбельно вот следовательно патч у нас 28 машинная версия перевода яичная я думаю появится в тот же день но она еще будет очень сырой но на ней мы пожалуй и будем стримить вот но это будет где-то подождать хочешь пока вычитают я хочу денек два буквально подождать буквально не 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 один два дня я бы все же подождал ну типа вот просто один два дня где-то что-то там азюзи успеешь ну зюзя будет приоритетом азюзи будет прям приоритетом максимально приоритетом если что вуу немножко мы в сторону отодвинем вот нового это прям приоритет ты будешь проходить задание легенд магистрата уфер что что за вопросы что за вопросы мы проходим прям все я не уверен что мы больше ну вот давайте посмотрим вот это задание на исследование мы точно пройдем я не уверен что мы вот это вот пройдем вот это я уверен что мы пройдем вот это деда деда ребят мы женим деда мы пристроим мы его на поруки бабки отдадим это сто процентов я я уснуть не смогу если мы деда не пристроим куда надо вот я не уверен что мы закроем прям вот все сайды но квесты персонажей основную сюжетку и вот такие все интересные штуки мы точно с вами закроем прям да но опять же я говорил я не планирую вулу прям задротить 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 у меня нет особого желания я просто не вывезу 4 гача вот я вову катаю именно по фану так ребят на этом на сегодня будем уже заканчивать квестик закончили и мне квест очень понравился да смысле спасите бабку она же сама этого хочет она просто деда пытается воспитать данерии это да это так она она сама его пытается воспитывать вот все ребят на этом на сегодня будем прощаться я надеюсь у меня получится завтра подрубить и мы пойдем тыкать все же кларину потому что все с вувой я закончил прям основное сюжетное вуе мы прошли персонажей прочувствовали сюжет закончили вот ну и на этом все спасибо за просмотр и пока